Описание представленных КТ-томограм пациентки 80 лет от 14 сентября 2019 года. Область исследования. Шейный отдел позвоночника. На серии МСКОДА области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сабитальной плоскости использованы трехмерные реконструкции. Обращает на себя внимание свежий перелом зубовидного отростка два шейного позвонка, три типа классификации Эндерсон и Ди-Ланзол. В несколько большей степени в процесс вовлечены левые отделы позвонка, признаки компрессии отверстия левой позвоночной артерии. Смещение отломков минимально. Данных за наличие компрессии позвоночного канала нет. По задней поверхности зубовидного отростка определяется скопление свежей крови, плотностью до плюс 60 и плюс 75 Хаунсфилда. Снижена высота межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков, более выраженные в телах с 5, 6, 7. Признаки онковертебрального артроза. Паравертебральные мягкие ткани без особенностей. Зубовидный отросток С2 расположен симметрично, относительно боковых масс атланта. Соотношение в боковых атланта акселярных суставах правильное, конгруентность суставных поверхностей сохранена. Сформированы краевые, в том числе дорсальные, остеофиты более выраженные в телах с 5, 6, 7 размером до 4 мм. Заключение, КТ-признаки свежего горизонтального перелома с 2, 3 тип Па Эндерсон и Диа Ланзо. По задней поверхности зубовидного отростка определяется скопление свежей крови. Дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника. КТ-контроль 16 сентября 2019 года. Определяется антилистез тела с 1 и верхней части тела с 2 до 7 мм. Сформировано 2 отломка диаметром до 3 мм. По задней поверхности зубовидного отростка определяется скопление свежей крови, плотностью до плюс 60 и плюс 80 хаунсфилда. В трахее правильно стоит интубация ионная трубка. Заключение, КТ-картина смещения отломков с 2, скопление свежей крови вдоль задней поверхности зубовидного отростка тела с 2. КТ-контроль 27 сентября 2019 года. Антилистез тела с 1 и верхней части тела с 2 уменьшен до 3 мм. Сформировано 2 отломка диаметром до 3-4 мм. По задней поверхности зубовидного отростка сохраняется скопление крови, плотностью до плюс 80 хаунсфилда. Правильно стоит трахеостома. Заключение, КТ-картина смещения отломков с 2, скопление крови вдоль задней поверхности зубовидного отростка тела с 2. КТ-контроль 17 октября 2019 года. Сохраняется горизонтальная линия перелома, КТ-признаки формирования ложного сустава по линии перелома. Антилистез тела с 1 и верхней части тела с 2 до 4 мм. Сформировано 2 отломка диаметром до 3 мм. Заключение, КТ-картина смещения отломков с 2, КТ-признаки формирования ложного сустава по линии перелома. КТ-контроль 3 января 2020 года. Сохраняется горизонтальная линия перелома, КТ-признаки формирования ложного сустава по линии перелома. Антилистез тела с 1 и верхней части тела с 2 до 4 мм. Сформировано 2 отломка диаметром до 3 мм. Без существенной динамики от КТ-17 октября 2019 года. Заключение, КТ-картина посттравматических изменений тела с 2, горизонтальный перелом, 3 тип по классификации Эндерсон и Ди-Ланзоу смещения отломков тела с 2. КТ-признаки формирования ложного сустава по линии перелома. Костные фрагменты по задней поверхности зубовидного отростка тела с 2. Дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника. Врач-рентгенолог М.М.М. Акатов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики с ГМУССМ Иль Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Здесь, конечно же, тяжелая травма шейного отдела позвоночника, горизонтальный перелом тела второго шейного позвонка. Кроме того, в голове есть признаки субарахноидального кровоизлияния. Все это тяжкий вред здоровью, кроме того, развелось осложнение, сращение позвонка не произошло, сформировался ложный сустав по линии перелома, что требует постоянной фиксации шеи или же операции по установке стабилизирующей металлоконструкции. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok